Самокатный спорт Сегодня мы вам это докажем. Все подробности смотрите далее. Самокатный спорт или кикскутеринг – это экстремальный вид спорта, заключающийся в катании и исполнении трюков на специальном трюковом самокате. Человека, который занимается самокатным спортом, называют самокатером или просто райдером. Кикскутеринг имеет широкое распространение по всему миру. Существуют профессиональные команды, проводятся множество соревнований по всему миру. Наиболее распространен среди подростков, образует субкультуру самокатеров. Прародителем самоката является микроскутер, который был создан в Италии в 1990 году. А самокатный спорт зародился в начале 2000-х годов в США, когда появились модели детских самокатов, выдерживающие средние нагрузки. В 2003 году в Калифорнии прошли первые соревнования в этом виде спорта среди американских фристайлеров. Стали появляться первые видео от райдеров в интернете, благодаря чему самокатный спорт стал известен по всему миру. Он начал быстро набирать популярность в Австралии и странах Европы. Стали проводиться соревнования, появились фирмы, производящие трюковые самокаты, образовались международные команды. К 2010 году самокатный спорт обрел серьезный характер, став вместо подросткового увлечения профессиональной спортивной дисциплиной. В 2011 году начала функционировать Международная самокатная ассоциация, в которую вошли США, Австралия, Англия и страны Европы. Ежегодно стал проводиться чемпионат мира по трюковому самокату, включающий в себя серию региональных квалификаций. В 2013 году в Москве прошли первые международные соревнования по самокатному спорту. В 2014 году Россия стала частью Международной ассоциации. Это придало мегапопулярность самокатному спорту в нашей стране. Возникли регулярные соревнования и турниры, а также на постоянной основе организуются мастер-классы и тренировки для начинающих и профессионалов. Чемпионат России по самокатному спорту является квалификацией к чемпионату мира. Обо всех преимуществах и нюансах самокатного спорта нам рассказал Артем, вице-президент самокатного спорта России. Расскажите, что нужно, чтобы начать заниматься самокатным спортом? В первую очередь желание. В первую очередь желание, самокат, защита, ну и упорство, очень много терпения, чтобы научиться какие-то базовые элементы. И скейт-парк, конечно, площадка. Площадка нужна в первую очередь. А есть ли какие-то возрастные ограничения или ограничения по здоровью? Возрастных ограничений, как правило, нет. Нашим спортом можно начать заниматься с 6 лет. И даже до 35-60 лет, я думаю, можно спокойно кататься самокатом. Самокатный спорт считается экстремальным. Какие есть меры безопасности, чтобы не травмироваться? Ну, в первую очередь, когда ты начинаешь заниматься таким видом спорта, ты должен на себя поставить какую-то стратегию. Начать с малого, начать чувствовать себя самокат, ездить по пам-треку, учиться разгоняться, учиться влетать. И постепенно, не прыгая выше своей головы, учиться трюкам. Второй момент – это защита. Шлем обязательно на коленнике. И пару уроков именно по падениям нужно пройти. Нужно научиться именно падать. А как подобрать для себя самокаты? Отличаются ли самокаты для любителей и для тех, кто профессионально занимается? Да, они отличаются. В самом начале, когда только начал заниматься самокатным спортом, тебе нужно купить какой-то стандартный базовый самокат, комплит. Можно самый дешевый, даже не специализированный. Просто понять, почувствовать. Если ты понимаешь, что это твое, ты уже со временем будешь понимать, какой самокат тебе нужен. Он бывает легкий, бывает тяжелый, бывают широкие доски, узкие доски. Очень много всяких нюансов, которые ты со временем тоже поймешь. Все. А для соревнований нужен какой-то конкретный самокат? Какие-то критерии, может, есть? Как правило, у нас есть несколько дисциплин. У нас есть парковая дисциплина. Там более легкие самокаты, чтобы спортсмен мог высоко вылетать. Намного больше трюков сделать в воздухе. Они состоят из титановых запчастей, больших колес 120 миллиметров. Ну, в принципе, это все отличия. Есть еще дисциплина стрит. Там более массивные самокаты, они более укреплены, потому что они выдерживают больше нагрузки. Дисциплина стрит, она требует от себя повышенных нагрузок. Широкие доски, высокие рули. Вот такие отечи. А как определяется победитель в соревнованиях? Что учитывается? Соревнования строятся по критериям попытки. Каждый райдер, спортсмен, должен откататься 45 секунд-минуту. В зависимости от регламента мероприятия. За попытку он должен показать стабильность, ни разу не упасть, ни разу не затереть никакой кончиком ноги доски. Сделать как можно больше трюков, как можно сильнее выступить, показать какой-то высший пилотаж. Сделать комбинации в виде скольжений, сальто, акробатики, кручений. И также использовать все фигуры парка, которые присутствуют на соревнованиях. А сколько должно быть самокатов у профессионального спортсмена? Ну, как правило, один. Но, возможно, и два, и три. Чаще всего самокат один, который собирается полноценно под себя. Но есть еще дополнительные запчасти, которые в течение времени меняются. А как организуются соревнования и где они проходят? Они организуются в Федерации самокатного спорта России. Она существует с 2012 года. И мы уже на протяжении 10 лет организовываем по Подмосковью, по всей России мероприятия, соревнования. И так, в частности, и в городе Виново. У нас ежегодно проходит открытие сезона ближе к июню. Какие вы видите преимущества самокатного вида спорта перед другими? Есть два преимущества. Первое – это доступность. Самокат доступен. Его можно купить даже в продуктовом магазине. Но лучше, конечно, покупать в специализированном магазине. Он дешевый относительно других экстремальных видов спорта. У нас очень много скейт-парков в Ленинском районе. У нас есть самокат школы. У нас есть соревновательная деятельность, федерация. И как бы это все сплощает и делает преимущество перед другими экстремальными видов спорта. А второй важный фактор – это мода. Как вы видите, дети, они стремятся к самокату, потому что он их выделяет на фоне других. Достаточно быстро. А что нужно, чтобы научиться? Где в нашем округе, куда нужно прийти, чтобы научиться этому виду спорта? Ну, можно посещать такие вот городские площадки, как у нас находится в городе Видное, возле кинотеатра «Искра». Либо посещать специализированные площадки, самокат школы, выездные комплексы, базы, которые находятся в ближайшем Москве. У нас в городе есть рампа. Насколько она профессиональна, насколько здесь можно подготовиться и стать спортсменом в этом виде спорта. Хочу начать не с большой истории. Я уже катаюсь на протяжении 10 лет и катаюсь в рамках нашего города, города Видного. И всю жизнь мечтала о скейт-парке. И вот, наконец-таки, он построился. Огромный пул, как бассейн. Похож больше на арт-объект. Строил его Вася Борисенко. Он житель также нашего города. Сейчас очень крутой проектировщик и строитель скейт-парка по всей России. И в этом парке можно тренироваться, можно кататься в свое удовольствие. Но единственное, каким-то серьезным мероприятием, как чемпионат России, чемпионат мира, здесь будет достаточно сложно подготовиться. Но можно. Мы пообщались со спортсменами и выяснили, что российский кик-скутеринг сегодня – это не просто спорт, а стиль жизни и образ динамического мышления. Ребят не пугают риски и травмы. Они занимаются любимым делом и не планируют завершать спортивную карьеру. А как вы пришли в этот спорт? У меня прямо перед школой был скейт-парк. И я пять лет в школе учился, смотрел на этот скейт-парк, все думал, начать кататься, не начать. Родители очень долго не покупали мне самокат, но в итоге потом купили, я попробовал. И с каждым годом я начал в это все больше и больше, и больше втягиваться. И в итоге это привело к этому, к профессиональному спорту, ко второму месту в России и всяким многим интересным вещам. То есть вы учились самостоятельно? Да, я ни разу не ходил на никакие тренировки, по причине того, что когда я начинал кататься, это не было так разное. Это сейчас есть самокат в школы, куча крытых скейт-парков в Москве и так далее. Открытые площадки в каждом районе 100% есть. У меня такой роскоши не было. То есть у меня был один скейт-парк в Королеве, тренера их не было, поэтому я учился самостоятельно. А травмировались ли вы когда-нибудь? Разумеется, да. Экстремальный спорт напрямую связан с риском, а также напрямую связан с травмами. За прошедший год у меня было две травмы. Семь лет первых катаний прошли, к счастью, без травм. И последний год очень неудачный у меня случился. Я сначала сломал ногу, мне доставили пластину. Полгода я с ней проходил, потом вытащили. И совсем недавно у меня в плечо в суставы достали два болта, чтобы оно не вылетало, чтобы сустав держался. И сейчас я восстанавливаюсь и уже почти полностью пришел в форму обратно. Как готовитесь к соревнованиям? Соревнованиями я готовлюсь следующим образом. Соревнования по самокату по себе представляют, каждый участник прокатывает попытку, как на фигурном катании. То есть одну минуту каждый откатывает программу в скейтпарке. Моя подготовка выглядит так. Я сначала просто проезжаю эту минуту, всю свою линию, без трюков абсолютно. Потом примерно начинаю понимать, где какой я трюк делаю. Отрабатываю эти трюки по отдельности. И, естественно, уже в финальном этапе все это собираю вместе, проезжаю по несколько раз и на самих соревнованиях показываю и чувствую себя уверенно. А как боретесь с волнением? Это очень тяжело. Постоянно с этим пытаюсь работать. Но пришел к тому, что легче всего бороться так, что просто отпускать ситуацию и не задумываться о том, что вообще происходит. Просто понимая, что ты уже эту попытку проехал 26 раз, ты в этом скейтпарке каждый день катаешься, что нужно просто поехать, сделать как в обычный другой день. Что как будто бы это все не идет в зачет, как будто бы никто не смотрит, как будто бы ты сам для себя катаешься. И так вот, конечно, сложно так представить, но так наиболее спокойно. А какие качества, по вашему мнению, развивает самокатный спорт? Я думаю, что решительность, креатив, а также, я думаю, социальные качества 100%, потому что даже если ты вот пришел в самокатный спорт, и ни одного друга нет, если ты один день покатал в скейтпарке, все, у тебя пять друзей есть, с кем ты договорился покататься, с кем ты там пошел еще погулял, поговорил, обсудил какие-то вещи помимо самоката, и этим самокат и хорош. То есть в самокате прям очень хорошая, общительная, добрая, приимчивая комьюнити. И очень мало в этом негатива, хейта, и это очень круто. Какие планы на будущее? Ну, ближайшие еще пару лет точно профессионально кататься на самокате, потому что мне это очень нравится, а потом в дальнейшем придумать что-то связанное с этим. То есть вот так вот. Привет, меня зовут Ваня, мне 16 лет, и я катаюсь в самокате 5 лет, и, получается, занимаюсь этим профессионально. А как попал этот вид спорта? Увидел, как друзья во дворе катались, захотелось попробовать, купил себе самокат, и потихонечку учился, учился, и дорос до профессионального уровня. А в каких дисциплинах выступаешь? Выступаю в дисциплине Big Air, то есть это огромный пролет 10-метровый, от точки вылета до точки приземления, и с огромной разгонкой с высоты в 5-й и 6-й этаж. То есть мы оттуда скатываемся, разгоняемся, пролетаем эти 10 метров и приземляемся. Также в дисциплине парк и дисциплине памп-трек. В парке мы катаемся, как и здесь, на таких же фигурах, делаем какие-то трюки, прыгаем. Ну, грубо говоря, почти то же самое, что и Big Air, но у тебя целая минута, и ты должен сделать много разных трюков на всех фигурах. А на памп-треке просто надо набрать максимальную скорость, вот как на этих горках, и максимально быстро по времени проехать ту или иную трассу. А не страшно ли кататься на такой скорости? Конечно, бывает страшно делать какие-либо трюки новые или что-то новое для себя пробовать, но со страхом надо уметь бороться, и его преобладать. Без этого никак. Везде будет страшно. Без страха никуда. А как тебе помогает самокатный спорт в жизни? Ну, в жизни помогает... У тебя есть много различных друзей, связей. То есть, ну, как-то проще найти друзей, как минимум. И в целом, ну, здорово кататься. Мне это нравится. Какие меры безопасности соблюдаешь, чтобы на такой скорости не травмироваться? Ну, непосредственно всегда надо кататься в шлеме. Что в скейт-парке, что в стриту, что на памп-треке, что на бигэре. Как минимум, это шлем на коленнике, на локотнике. Капа, чтобы не выбить зубы, если не дай бог упасть, как лицом. Также есть различные фиксаторы на суставы. Если какие-то травмы были суставами, и их есть вероятность повторно травмировать. Очень много различных защиток. А ты учился с тренером кататься или сам по видеоурокам, или еще как-то? Сначала я начинал сам. Потом пошел в школу в Москве. Магазин, за который сейчас я и катаюсь. И, получается, меня научили с среднего уровня до высокого. И дальше я уже по среднее время сам. Сколько дорогостоящий этот вид спорта? Ну, на самом деле, для входа в этот спорт особо много денег не надо. То есть ты покупаешь самокат за 10-15 тысяч рублей и шлем за 1000 рублей. И все. И ты можешь кататься, получить новые трюки, пробовать что-то новое. А дальше уже, как тебя больше это втягивает, втягивает, уже, конечно, будешь там на самокате детали менять, защиту себе новую покупать и так далее. Но в целом не очень дорогостоящий спорт. Какие-нибудь футбол, баскетбол, хоккей намного дороже выходят сейчас, нежели самокат. И у тебя планы на будущее? Ну, ближайшие лет 10, я думаю, я точно буду кататься. Дальше, ну, получать образование и заниматься, ну, какими-то, ну, заработками непосредственно. И параллельно кататься на самокате. Меня зовут Илья, мне 12 лет. Занимаюсь самокатом уже, получается, ну, пятый год сейчас будет. Как попал в этот вид спорта? Ну, вот, я увидел, как зарубежные райдеры катаются на ютубе, просто невероятные трюки делали для того времени. Вот. Купил себе самокат, собственно, недорогой, развивался там полгода где-то. Узнал про самокат в школу и записался. Меня там научили базовыми трюками. Потом я начал как-то сам развиваться, более трюки новые ставить. И перешел вот к такому уровню. А в каких дисциплинах ты выступаешь? Я выступаю в дисциплине БГР, в дисциплине Памтрек и в дисциплине Парк. Какая дисциплина больше всего нравится? Ну, вот, в последнее время мне нравится дисциплина БГР, потому что более-менее научился его прыгать. Это вот такая огромная пролетка с разгонкой огромной. Очень нравится высоко трюки делать новые. Там более возможностям новых трюков научиться. Как часто тренируешься? Тренируюсь, наверное, по выходным точно и, может, неделю, два раза. А сколько по времени длятся тренировки? Ну, тренировки, я не знаю, я могу просто поехать в парк, такой же, как вот этот, просто покататься для своего удовольствия. А могу и поехать в какой-то более крутой парк и именно потренироваться к соревнованиям. Как считаешь, что самое главное для спортсмена в самокатном спорте? Ну, во-первых, здоровье, безопасность и уверенность в себе. Какие у тебя планы на будущее? Ну, я думаю, кататься еще на ближайшие лет 10 точно. Потом, ну, получить образование и работать как-то совмещаясь с самокатом. На нашем городском треке у кинотеатра «Искра» можно встретить как профессиональных спортсменов, так и любителей, катающихся в свое удовольствие. Как давно ты занимаешься самокатным спортом? Два года. А ты любитель или профессионально занимаешься? Любитель. А как начал заниматься? Ну, я увидела, как другие катаются, мне тоже очень захотелось. А не думала профессионально начать заниматься? Нет пока еще. А как ты подбираешь для себя самокат? Ну, по весу подбираю вообще. Ну, вот у друзей как-то брал, посмотрел руль, доску, вот, и решил, что мне вот с такими запчастями удобно кататься и по весу и так далее. А чем нравится этот вид спорта? Ну, классно крутить трюки, ну, весело ездить, как еще. А тебе не страшно? Нет. Ну, нет, есть трюки, которые страшно делать, но вообще порядливая страх. А как ты учишься? Тебя друзья учат или какие-то видео смотришь? Ну, иногда видео смотрю, иногда друзья учат. Ну, в основном я делаю их, когда я один катаюсь и без друзей. У меня всегда так как-то выходит. С каждым годом самокатный спорт растет. Становится все больше спортсменов разных возрастов. В прошлом году даже впервые в истории чемпионата России по самокату была представлена женская лига. Однако, решив попробовать себя в этом захватывающем виде спорта, не стоит забывать, что он относится к разряду экстремальных. И поэтому требуют тщательной подготовки. Часто люди насмотрятся на улице или в интернете, как другие катаются, и вот тоже выходят на трек и сразу начинают делать самые сложные элементы. Что новичкам ни в коем случае делать нельзя? Да, у нас часто бывают такие истории. Они все приводят к какому-то неплохому последствию, травмам. Поэтому я так идеально расскажу, как это идеально для спектра должно выглядеть. В первую очередь нужно немножко теоретически себя подготовить, почитать в интернете, проконсультироваться с специалистами, какой-нибудь специализированный магазин, самокат-школа или комплекс, посетить, позвонить, найти специалиста у себя где-то в районном парке и узнать вообще специфику, как строится катание, как выглядят фигуры, как они устроены, какие есть сложные фигуры, что такое сложная фигура, что такое легкая фигура. В первую очередь, после того, как ты уже, конечно, купил защиту самокат, я бы советовал начать катание с пам-трека, который находится у меня за спиной, потому что это идеальная фигура, она как кардио больше идет, то есть она безопасная, ребенок или начинающий может взять спокойный самокат, на ней прокатиться, сначала на маленькой скорости, почувствовать каждый бугорок, потом на большой скорости. И главное, это все постепенно делать. Не надо рваться, смотреть на каких-то зарубежных райдеров, мировых спортсменов, чемпионов России, как они делают, это уже достаточно сложные элементы. У них опыт, 10-летний опыт практически у всех. После того, как вы завершили познавать пам-трек, можно переклицироваться в скейт-парк и уже познавать фигуры там. Начать также с маленьких, постепенно брать больше и больше высоту, учиться вылетать сначала на стол, потом через фигуру. Также, если совсем тяжело или страшно дается этот вид спорта, есть специализированные комплексы, есть резиновые фигуры, есть параллоновые ямы, очень помогает занятие на батутах, потому что ребенок или начинающий, он будет чувствовать высоту, чувствовать себя в полете, и тем самым может отрабатывать какие-то акробатические элементы. Друзья, надеемся, что сегодняшний выпуск оставил вас яркие впечатления и подтолкнул к новым достижениям. Попробуйте себя в самокатном спорте, и кто знает, может быть, именно вы станете следующим чемпионом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова